Здравствуйте! Сегодня у нас в студии человек, который родился в России, в Москве, но его по праву можно считать гражданином мира. Это певец Дмитрий Риберо Фейреро. Дмитрий, добрый день! Добрый день! Рады видеть в нашей студии. Я очень рад быть здесь. Вы нашли все-таки время, чтобы побывать у нас. У вас плотный исполнительский график. Ну, все равно можно найти время в такое замечательное место. Спасибо, спасибо. И я хотел бы начать с такого вопроса. На ваших афишах после вашего имени идет такая строчка «Россия-Колумбия». Что это значит? Расшифруйте для наших зрителей, пожалуйста. Ну, это что 50% моей крови – это Россия, 50% – это Колумбия. Это Колумбия. Ваша мама была русская? Мама – актриса. Актриса. Русская актриса, да. Русская актриса. А отец – колумбийский режиссер. Вот. И они встретились здесь во ВГИКе в 70-х годах. Вот. И потом появился я. Появились вы. Любопытно. Вы – певец. Да. Но хорошо ли вы танцуете? Есть ли у вас вот тот латиноамериканский темперамент? Знаете, когда я встречаюсь с людьми здесь в России, и я спрашиваю, умеете ли вы танцевать, или какие-то разговоры идут про латинские ритмы. Все мне отвечают, которые умеют танцевать. Да, у меня три года в такой-то академии, я танцую кубинский стиль, и, знаете, в Латинской Америке, особенно там в Колумбии, на Кубе, в Центральной Америке, никакой академии нету, но, тем не менее, все умеют так более-менее танцевать. Это природа? Это гены? Нет, просто с ранних лет, когда вот здесь люди идут просто, как бы, встретиться, поговорить, может, и выпить, да, там идут тоже выпить, но обязательно потанцевать. Вот это, кстати, более прогрессивная система, по-моему, она со всех точек зрения, мне представляется, более интересной, содержательной и… И здоровой. И здоровой, вот как раз об этом я и хотел сказать. Вы довольно долго жили в Колумбии. Да. По-моему, 8 лет. Что-то такое, да, 7-8 лет. А потом еще учились в США. Потом получилось так, да, что в США. А где вы все-таки чувствуете себя как дома? Если имеет смысл, такой вопрос. Я вас представил как гражданина мира. Да, вот все-таки первые года в своей жизни были в России, и если правда то, что говорил Фрейд, что человек формируется там почти полностью до 7 лет, можно так сказать, его мировоззрение, то, конечно, я русский человек. Но уже по-русски все-таки говорю с акцентом, вот. Поэтому мне сложно сказать. Вот. И в Колумбии я дома, и здесь, надеюсь, тоже, как бы, вот я чувствую себя как бы свой. И, конечно, тоже в Соединенных Штатах. Но если говорить о душе, наверное, все-таки она русская. — Вы говорите о том, что вы с акцентом говорите. — Немного. — Ну, небольшой акцент чувствуется, действительно. Но мне кажется, то, насколько человек знает язык, определяет его и менталитет тоже, да? А вот знание языка, русского языка, во многом, мне кажется, связано с тем, насколько этот человек хорошо понимает анекдоты. Вы любите анекдоты на русском языке? — Я очень люблю анекдоты, да. — И вы понимаете оттенки-оттенки юмора? — Я понимаю, но я предпочитаю, и так получилось, что большинство анекдотов я знаю на других языках, там, на испанском или на английском. И получается так, что, когда я слышу много анекдотов от других, мне тоже хочется принять участие, но мне приходится переводить анекдот на ходу с других языков. И иногда это не очень хорошо получается. — Ну, наверное, сам процесс смешон. — Да, вот, может быть, да. — Ну, и последний тест по поводу языка. Как вы воспринимаете такое словечко-жаргонное «блин» часто в русском языке? — Да. — «О, блин». — Или иногда добавляют «О, блин, горелый». — Так, да. — Как вы это воспринимаете? — Ну, это... — Как объяснить американцу, что это такое? — Ну, есть похожие экспрессии в разных языках, но я должен сказать, что такие сильные, можно так сказать, русские слова, они для меня звучат намного сильнее, чем на других языках, вот почему-то, не знаю. — Может быть, потому что тонкая натура? — Может быть, потому что русский язык, он как бы первый мой язык, и как бы звучит намного более угрожающе именно на русском. — Угу, угрожающе. — Да. — Хорошее слово. — Да. — Ну, давайте вернемся к вашей профессии, можно сказать. Или это уже не профессия, наверное, а образ жизни, пения? — Да, я никогда не испытывал как профессия, вот так странно, но... — Вы ничем больше не занимаетесь, вы живете в музыке, с музыкой. — Ничего я больше не умею, к сожалению, ничего не умею больше. — К сожалению, ничего больше не имеете. Ну, хорошее умение, да. Тогда вопрос вот какой. Опять-таки, учитывая ваш интернациональный характер, происхождение, как вы формируете свой репертуар? Насколько для вас важны музыкальная культура той же России, может быть, Америки, ну и, конечно, Колумбия, Латинской Америки? — Ну, с этой точки зрения, конечно, мне немного повезло, что я мог именно углубиться в трех абсолютно разных культурах. И в составлении репертуара, конечно, мне, может быть, даже по сравнению с некоторыми другими коллегами, мне немного легче. Потому что для меня являются естественными разные репертуары, разные культуры. И, конечно, тут можно черпать намного глубже и более разнообразно, вот, как бы с выбором репертуара. И, конечно же, я эксплуатирую вот эти данные, потому что я могу именно выбрать такой набор репертуара, который может показать разные оттенки, например, похожей музыки в разных странах. Там баллада, например, в Латинской Америке, а здесь это романс, например. — Ну, я думаю, мы уже заинтриговали наших зрителей. Наверное, настал момент, когда мы попросим вас исполнить что-либо. Что бы вы хотели сейчас исполнить? — Знаете, я когда учился в консерватории, это был один из моих любимых композиторов. Он опер не сочинял, но он был другом многих оперных композиторов. Вот, его зовут Франческо Паоло Тости, и у него замечательные песни. И говорят, что он оформил неаполитанские песни в такую более классическую форму. И я бы хотел исполнить одну красивую песню, которая называется «Идеали», «Мой идеал». — С удовольствием. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Дмитрий. И после первой же вещи, честно сказать, я вас не слышал раньше, я становлюсь, как мне кажется, вашим поклонникам. Ой, спасибо. И уже хочу побывать на вашем концерте. Знаете, это просто сама мелодия располагает, потому что этот композитор, Франческо Павло Тости, он сочинял просто великолепные вещи. И почему я это спел? Потому что это один из композиторов, который меня подтолкнул реально заняться этим делом профессионально. Ну, я думаю, и в исполнителе здесь тоже дело, да? А вот, кстати, особая, наверное, ответственность итальянские песни исполнять в Италии. Концерты наверняка же были в Италии, да? Да, были иногда, да. Как это? Это особое ощущение, когда вот вы итальянских авторов представляете итальянской публике? Конечно. Знаете, в Италии я один раз был как зритель в Ласкало, и я в опере Ласкало, и я понял, что в Италии опера может быть примерно как и футбол. То есть реакции, когда человек поет хорошо, примерно как на гол в футболе и в стадионе. И, знаете, это такие эмоции, что, конечно, хотелось бы, когда сам поешь, этому соответствовать. Вот, и, конечно, они очень, в Италии очень много разбираются в опере, особенно итальянские, итальянская опера. Но им очень тоже нравятся русские произведения, вот, потому что они тоже такие страстные, душевные, как и в Италии. Они это понимают прекрасно. Есть сходство в этом? Конечно. А скажите, вот вы же исполняете, как я знаю, разные жанры, да, и классику, и эстрадные какие-то вещи. С чем это связано? Это зависит от того, что вы хотели бы выразить себя в разных жанрах, или это чисто конъюнктурный момент? Это пользуется спросом, и вы это делаете? Вот это очень интересный вопрос. Я даже особо не задумывался, но до данный момент для меня просто является натурально использовать вот те элементы, которые у меня есть. Конечно, в консерватории я учил итальянский, пришлось и немецкий учить, вот, и до этого тоже, как бы, и танго, например, аргентинское, я очень сильно этим увлекался. И поэтому я просто использую вот эти вот разные жанры и передаю это зрителям в нужные моменты, в нужные мероприятия. Вот, все, конечно, это нужно продумать, но я стараюсь использовать все, что умею, конечно. А вы кого-то знаете из советских исполнителей, которые вот могли себе позволить выступать в разных жанрах? Конечно, я знаю. Конечно, это всем известный Муслим Магомаев. Он закончил, мне кажется, подготовительную школу в Приласкало. Вот, он замечательно пел в разных стилях. Сначала и оперу, потом тоже начал петь эстраду. И он даже создал свой стиль, который сейчас мои коллеги тоже поют замечательно, мои русские коллеги. Вот, ну и я иногда тоже в некоторых концертах даю себе это удовольствие петь некоторые вещи из репертуара Муслима Магомаева. А вот правильно ли сказать, что кумир, если он есть у вас, да, в вокальном деле, он же является для вас и учителем? Вот можно так поставить вопрос? То есть, хотели бы вы кого-то подражать? Ну, я имею в виду в хорошем смысле, не буквально, конечно. Да, да. У меня, конечно, их много. Первое, конечно, это, ну, самые великие, наверное, певцы, известные всем. Это, конечно, Лучиано Поворотти, это, там, Пласидо Доминго. Потом, конечно же, Дмитрий Хворостовский, если отечественный певец. Потом, ну, это, для меня это происходило очень естественно и в разных жанрах. Я слушал, вот, те же неаполитанские песни с великими певцами, как Энрико Карузо, например, Титто Скиппа, вот. И тут тоже формируются, как бы, вот, ты сказали, кумиры, и они, и, получается, профессора, потому что их манера пения, их отдача, даже некоторые книги я читал, просто их биография, это все, это все очень помогает в формировании, на самом деле, да. А вот то место географическое, где вы находитесь в данный момент, как-то влияет на ваше исполнение, на вот тот репертуар, который вы предлагаете зрителю? Влияет ли на вас природа, влияет ли на вас общение, улыбка красивой женщины и так далее? Знаете, я всегда немного нервничаю, когда приходится петь на том языке и тот репертуар, который знаком данным зрителям. Вот, это для меня всегда, поскольку я могу петь, камуфлироваться, можно так сказать, в разных репертуарах, когда настает время, например, петь по-русски для русской публики, это, конечно, особая ответственность. Вот, и в Италии, например, итальянской, или там в Латинской Америке какой-нибудь танго, вот, по-испански. Поэтому вот так. Но я хочу сказать о том, влияет ли на ваше исполнение место, место, какие-то моменты, может быть, природы, может быть, общение. Знаете, как влияет? Иногда были такие моменты, что внутри себя понимаешь что-то дополнительное об очередном репертуаре. Приходит понятие, которого раньше не было, или значение какой-то фразы, какого-то слова. Это все помогает. И даже и люди, и атмосфера, и, как вы сказали, улыбка определенного человека, или темперамент людей, которые вокруг тебя, и даже кулинария, даже пища, вот, это все помогает. А вы человек суеверный? Перед концертом вы делаете какие-то специальные вещи или, наоборот, что-то не делаете? Раньше я очень много это делал, и даже, может быть, через чур, и потом в знак протеста я, наоборот, делал такие противоположные вещи, или абсолютно ничего не делал, чтобы доказать себе, что все-таки тут все более естественно, да, просто нужно хорошо подготовиться, и все. А если можно, что вы делали, и что вы не делали? Ну, знаете, я одевал определенную одежду, которая не видна, вот, я там какие-то вещи, ну, какие-то фразы говорил, вот, подготавливался определенным образом. Я думал, вот, мне это именно такая, вот, именно подготовка помогает. Вот, и я постепенно, как бы, от этого отхожу. Вы обретаете самоуверенность? Ну, да, это, наверное, приходит с временем, но, конечно, все-таки мои коллеги мне особенно говорят, что все-таки очень помогает, когда человек ставит свои силы и свое, все, что он умеет, на что-то высшее. Что, вот, как бы, вот, Господи, все в твоих руках, ну, это, как бы, форма такая, и это очень помогает. У каждого это по-разному, но когда ответственность не на сто процентов, как бы, на тебе, то это помогает. Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Что бы вы исполнили еще? Знаете, есть одна песня, которая считается очень сейчас латиноамериканской, одна из самых латиноамериканских. Песня называется «Натали», вот, ее очень часто исполняет Хули Иглесиас. Вот, но я ее хочу исполнить, потому что там есть цитата о очень русской мелодии. Видимо, этот композитор был влюблен в русскую девушку. Вот, так что песня по-испански называется «Натали», но я уверен, ваши зрители услышат в ней очень русскую цитату. Слушаем вас. «Натали» «Натали», 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 «Натали» «Натали» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Натали, Натали Субтитры создавал DimaTorzok Диалог у нас у озера Да Вы знаете, у какого озера мы находимся? Я знаю, мы в Сестрорецке Да Но озеро название, к сожалению... На этот раз мы в Сестрорецке И озеро называется Сестрорецкий разлив А, вот так Оно имеет прекрасную историю Но, к сожалению, у нас времени мало Я бы рассказал массу интересных моментов, связанных с этим озером А я бы хотел спросить вас вот о чем Вы ведь родились в творческой семье Ваша мама киноактриса Российская, русская, как мы уже... Советская Советская, да А отец кинорежиссер колумбийский И вот я хотел бы вас спросить Насколько творческая атмосфера в семье Повлияла вообще на вас? На ваш, может быть, выбор? Знаете, вот как я сказал в начале нашей встречи Что единственное, то, что вот я знаю Вот это именно среда Потому что я вырос или с мамой на съемках Или когда мы переехали в Колумбию Я ходил все время за папой Как он там снимал, как он все... Тем более у него есть свойства, когда он снимает Он все рассказывает Почему это так? Почему он камеру здесь ставит, а не там? И поэтому я, конечно, много в этой среде тоже научился И на самом деле то, что я выбрал Это не так отдаленно от этой среды Поскольку и классика, и опера Нужно быть как бы хорошим актером на сцене А сейчас вот концерты Это все, знаете, очень взаимосвязано И актерское мастерство Каждая песня – это целый мир И нужно уметь это интерпретировать И тут и актерское мастерство тоже Ваша же мама училась у легендарного кинорежиссера И педагога Сергея Аполлинача Герасимова Это был кумир в свое время Очень многих советских-советских людей Часто ли она упоминала это имя в разговорах И являлся он для нее, конечно же, авторитетом, я думаю, большим Для нее, конечно И для моего отца тоже Мой отец, ну, ему повезло Он довольно успешный телевидение Режиссер, на самом деле, телевидения в Латинской Америке Вот, очень респектабельный И он в каждом интервью, он всегда говорит Потому что, ну, у него много, можно сказать, там, хвалят Что вот действительно он такой успешный режиссер Он говорит, на самом деле, это все благодаря русской школе И он всегда упоминает известные фразы, известные цитаты Сергея Герасимова, конечно А он учился у Герасимова? Да Ах, вот как? Да То есть мама как актрисе училась у Герасимова, а он как режиссер? Как режиссер, да Это один и тот же педагог И Тамара Макарова Любопытное, конечно, сочетание А почему вы думаете, что она изменилась? Если хотите знать, как раз-то плохие люди не делают ошибок в жизни А хороший человек, он-то и может совершить ошибку Чего это ей стоило? Только я знаю А ваш папа снял такой сериал, легендарный, известный, который называется «Не родись» в русском варианте В русском варианте он называется «Не родись красивая» В оригинальном варианте он называется «Бетти некрасивая» или «Бетти дурнушка», как говорят Вот, этот сериал, он в оригинале колумбийский Его продали в разные страны И сам сериал, и тоже идею сериала, потом сделали версию даже в Соединенных Штатах, в Индии Ну, в России это «Не родись красивой» Вот, ну вот оригинал, да, это папин, да Я вижу тебя, и я вижу, что ты очень красива Вы уверены, что ничего не пили А как вы воспринимаете творчество вашего отца? Вы посмотрели весь сериал, все серии от начала до конца? Да, но это был такой фурор, что, конечно, даже были рекорды, что, например, Испания, ну, там же тоже следят за некоторыми латиноамериканскими романами Один, когда к финалу подходил этот телесериал, по-моему, 4-5 миллионов человек были просто парализованы перед экранами и вот смотрели этот сериал Не было ли у вас желания или какие-то намеки вы не делали отцу по поводу того, чтобы он вас снял? Нет, нет, но вот я беру пример Папа вот мой сейчас, он говорит часто, что важно, чтобы человек, как сказать, не любил то, что он, как бы, как сказать, не свое дело Просто любил, как это нужно выбирать свое дело и этого любить, а нужно любить, чем ты занимаешься, можно так сказать И в сериалах получилось так, что мой отец, он кинорежиссер, но ему пришлось делать телевидение, поскольку телевидение более востребовано в Латинской Америке Но он это делает очень хорошо и очень качественно Вот, и это тоже вот то достоинство, которого я беру пример, потому что не всегда приходится петь классику Вот, как вы видите, тут и эстрада, и разный репертуар, но главное, чтобы это делать очень хорошо и качественно Вы же закончили школу для особо одаренных детей в Соединенных Штатах Ну, это можно сказать, как бы, здесь говорят особо одаренные, а в Соединенных Штатах это вот к юным людям, которые у склонности к музыке, к искусству, можно так сказать И как вам там училось? Знаете, было сложно, потому что я только учился говорить по-английски, вот, но я сделал прослушивание, меня взяли И мне помогали очень в академических предметах, там математика, английский язык и прочее Вот, мне это было сложновато, если честно, но потом, как бы, все уравновесилось Но там же был уклон, как я понимаю, в профессию, в творческую профессию, в вокал Да, в вокал, да Я там пел в хоре, там были тоже индивидуальные уроки, вот, сальфеджо А вот любопытно, чье это было решение именно выбора американской школы в Америке? Потому что, ну, как бы, вот, представление такое, может быть, стереотипное, что если вокал, то это Италия А, вот интересно, да Дело в том, что мы, этот выбор был не творческий, а семейный, вот, он, как бы, все предопределил Но в данном моменте просто есть очень хорошие педагоги в Соединенных Штатах Вот, и даже очень много итальянцев в Нью-Йорке живут, вот И, знаете, можно выбрать из многих, вот И поэтому для меня Нью-Йорк это было одно из таких мест, где я вот просто должен был поступить Я поступил, вот, в Манхаттенскую консерваторию И там не столько консерватория, сколько атмосфера Атмосфера музыки, атмосфера великих певцов, которые обязательно должны были приехать в Метрополитен и, конечно, спеть Несмотря на то, что они там из Италии или из России Там я видел часто и Дмитрия Хворостовского И много сейчас известных итальянских певцов Вот, и поэтому Нью-Йорк это был, как сказать, хороший выбор с этой точки зрения Дмитрий, вы интересно рассказываете и очень хорошо исполняете те вещи, которые мы уже услышали Не знаешь, чему отдать предпочтение, передача небольшая Но хочется послушать еще какую-то песню в вашем исполнении Ну, конечно, почти все песни о любви Вот, в этом и Латинская Америка, и Россия не отличаются Вот, и есть разные песни о истории любви Есть русская история любви Есть по-английски песня называется «История любви» И есть по-испански «История любви» или «История деун амор» Я уверен, очень многое ее уже слышали «История любви» «История любви» «История любви» История любви Вашеają Субтитры сделал DimaTorzok Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión DimaTorzok 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 Но конкретно, часто ли вы обращаетесь к книгам и что вы читаете? Посещаете ли вы выставки? Я имею в виду выставки живописи, может быть, фотографии. А что для вас вообще вокал в исполнении других артистов? Бываете ли вы на их концертах и кому даете предпочтение? Ну вот смотрите, сейчас уже немного с опытом я пришел к одной мысли, что как раз вокалистам не стоит, может быть, ну это свое такое личное мнение, может быть, я его потом поменяю, но мне кажется, даже особенно вокалистам не стоит слишком торопиться именно с вокалом. Лучше себя обогащать с другими видами искусства. Даже пусть с музыкой, но можно даже торопиться выучить играть на каком-то, выучиться играть на инструменте, действительно ходить в галерии, читать много литературы, книг, ходить в музей, смотреть много концертов, поскольку по-настоящему это обогащает суть человека, это обогащает душу. И потом, когда человек интерпретирует со своим голосом, все это помогает, и все это влияет. И в моей, в моем опыте это даже влияет немного даже больше, чем просто вокальный педагог. Вот. Я сейчас вспоминаю, и мне помогают больше те ощущения, те впечатления, которые я получил в своей жизни, даже вот в Нью-Йорке, общаясь с прекрасными людьми, посещая галереи, например, читая книги, чем даже какие-то там инструкции педагога. Вот как это странно не звучит, но это правда. Ну, у вас, конечно же, есть ваши записи, ваших песен, которые вы исполняли в определенные периоды времени. А сравниваете вы, скажем, какую-то вещь, которую вы пять лет назад исполняли, ставите записи, тут же ставите эту же вещь по прошествии пяти лет. Да, да, и получается такой феномен, я уверен, многие исполнители будут согласны со мной. Вот когда что-нибудь исполняешь и прямо слушаешь на следующий день, ой, не нравится, да? А вот когда слушаешь через пять лет, думаешь... Гениально. Ну, может быть, не гениально, но какая свежесть или какая наивность, но это именно и помогало этой интерпретации, да? А сейчас, может быть, как-то более все технически или вот нету такой свежести. Вот все-таки не нужно просто все как бы так отбрасывать, да? Каждый момент, каждый этап жизни имеет свою прелесть. Вот. И репертуар меняется с возрастом, и как бы все меняется, и взгляд в жизни. Поэтому вот так. То есть вы не сторонник того, чтобы отрицать себя полностью предыдущего, уничтожать какие-то вещи, которые были вами исполнены. Да. Я не сторонник, тем более, что, как говорит одна известная поговорка, по-английски я сейчас попытаюсь перевести, без... успеха нет, где нет опыта. А опыта нет, где нет ошибок. И поэтому те же ошибки, без них никак нельзя расти. Вот. И в творчестве особенно. Ну, мы уже определили и поняли, что ваше вокальное творчество – это ваш образ жизни. Но, тем не менее, наверное, бывают моменты, когда вы вне музыки. И вот я вижу картинки в сетях, где вы очень много времени посвящаете конной езде, общению с лошадьми. Это какая-то ваша отдельная особая страсть? Вот вы сказали много. К сожалению, совсем немного сейчас. Но это был этап в моей жизни, да. Это было в Латинской Америке. Я очень, ну, в один момент даже серьезно занимался конным спортом. Здесь это называется по-русски конкурс, да? Конкурс. Ну, прыжки, да. Вот. Я этим занимался. Это была, есть и будет всегда, как бы, моей страстью лошади. Я даже от недавнего времени узнал, к моему позору, я даже не знал, что в России есть такая порода, но она, как бы, из Средней Азии. Это ахалтыкинская порода, вот. И, как бы, я теперь, как бы, просто смотрю фотографии, смотрю видео с этими конями. У меня даже есть такая мечта приобрести когда-нибудь себе вот лошадь ахалтыкинской породы. Хорошее вложение денег, я думаю. Да, наверное, вот. Поэтому не знаю, но лошади, это, конечно, моя большая страсть. А у вас есть свой какой-то конь? Нет, в одном моменте как-то было такое, когда были в Латинской Америке, но поскольку мы потом начали переезжать туда-сюда, конечно, это очень действительно сложное и дорогое увлечение. Вот. Непостоянное. Ну что ж, тогда еще раз попрошу вас исполнить какую-нибудь песню. Что это будет за... Ну, вот, знаете, один из певцов неоперных, который во мне создал большое впечатление, это, конечно, Франк Синатра. И у него есть такая песня, которая меня всегда вдохновляла. Если ты можешь быть успешным в Нью-Йорке, ты будешь успешным во всем мире, да, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Но сегодня все-таки я хочу спеть очень тоже известную его песню по-русски, не знаю, как точно перевести, но по-английски «Strangers in the Night». «Странники в ночи». «Странники в ночи», да. Пожалуйста. «Странники в ночи» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий, а если у вас склонность к философским размышлениям, размышлениям о мироздании, вы поняли о чем я говорю? Да, да, да. И знаете, наверное, есть, как у каждого, но очень, наверное, скромные по сравнению с людьми, которые действительно этим занимаются. Вот вы только что исполнили прекрасную вещь, странники в ночи. Не кажется ли вам, что вообще люди, живущие на нашей планете, это странники в ночи? И вокальное творчество, которым вы владеете, на мой взгляд, в совершенстве, помогает им ориентироваться вот в этом, в этой неопределенности, в этом блуждании в ночи, условной, конечно, ночи. Знаете, да, вот как человек этой профессии, я думаю о других людях, которые, там, доктора, там, или люди, которые, подумаешь, как бы по-настоящему нужны в этом обществе, да, без которых нельзя жить. Но мне говорят, все-таки без музыки тоже нельзя жить, вот, и мне это дает вдохновение, вот, и дает, как бы, силу, чтобы продолжать дальше, вот, и что это все-таки нужно людям, и что это нужно сделать правильно и хорошо. По-моему, это замечательно, то, что вы сомневаетесь, но то, что вы все-таки обретаете постепенно уверенность в необходимости и вашего творчества тоже, это тоже хорошо, замечательно. Ну что ж, спасибо вам за участие в этой передаче, особое спасибо за исполнение замечательных песен. Ой, спасибо, что пригласили. Надеюсь увидеть вас еще в нашей студии и не один раз. Взаимно, спасибо, приглашайте, с удовольствием. Спасибо, и увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok